Сувенирные лавочки, свежий морской воздух и десятки отдыхающих. Такую картину в Светлогорске привыкли видеть местные жители. Но теперь приятная часть. Путешествие для них заканчивается вот на этом перекрестке. Город в буквальном смысле разделился на две части. И картина, которая сейчас открывается за моей спиной, мало кого радует. Пройти нигде невозможно. Кругом машины, кругом все перекопано. Никакого уважения к отдыхающим. Курорт федерального значения. Ужас. Местные жительницы Светлане стыдны до глубины души. В день открытия курортного сезона ее родной город встретил отдыхающих вот такой картиной. И это все при том, что горожане, да и сами туристы, никогда не жаловались на эту дорогу. Улица была не в таком состоянии. Ужасно, чтобы ее можно было ремонтировать именно в сезон. Перед открытием Янтарь-холла, вторая часть, ну вот той улицы Ленина, она была отремонтирована. Вот. И спустя год, как открылся Янтарь-холл, и опять ремонтировать эту улицу, это просто, я не знаю, может деньги людям давать некуда. Кто-то деньгами раскидывает, а кому-то приходится считать последние гроши. Бармен Олег Тураев жалуется, посетителей в его кафе и метлой теперь не загонишь. И даже серьезными скидками. Оно и понятно, кто захочет обедать рядом со стройкой. Есть убытки, много негатива от людей, то, что пыль летит, мы готовим это все. По центральным улицам, соответственно, стали гулять меньше, то есть все обходят, пытаются, а обойти у нас не получается. Это центральная улица. Конечно же, стройка плохо отразилась на отдых, на бизнес и на все остальное. Новая дорога – вещь бесспорно хорошая, говорит предприниматель Сергей, и наверняка обещает Светлогорску процветание в будущем. Только вот настоящее уже очень пугает. Видите, как паркуемся, становиться негде, останавливаться негде, приехали товар привозить. Ну, неудобство, раздражение небольшое. Ну, видите, люди приехали отдыхать, а ходят по этим, по врагам. Максим вместе с супругой приехали сюда из Калининграда. Получить заветную путевку в местный санаторий оказалось делом непростым. В итоге отдых запомнится семейству надолго. Вот третий круг уже проезжаем, никак не можем найти, как нам попасть в обратную сторону. Была весна теплая, почему раньше не было? Теплый был апрель, здесь никаких работ не производилось. Когда здесь куча туристов с детьми приезжают с разных регионов, не только с Калининграда, вот такой ужас видеть. И таких недовольных здесь каждый третий. У кого-то страдает бизнес, кому-то напрочь испорчен отдых. Очень ужасно. Во-первых, пыль, грязь. Лето, сезон, люди ходят, все это мешает. Мы торгуем, нам тоже тяжело. Я считаю, что это надо было делать осенью, а не в середине лета. Мы просто в прошлом году были здесь, и мы помним эту улицу. В принципе, она была нормальная. Можно было по ней ходить и получать удовольствие свежим воздухом. Но вот это задумка не к месту и не ко времени. Это не отдых, конечно. Пылью дышать тоже неприятно, конечно. И что самое удивительное и неприятное, в этой ситуации себя чувствуют даже рабочие. Вопрос, зачем затеяли ремонт в разгар курортного сезона, вызывают у них только улыбку. Сами хотели бы получить на него ответ, ведь трудятся во благо жителей с утра до ночи, чтобы все успеть в срок. Зимой, осенью надо делать. Люди гуляют, отдыхают, море. А тут вот такой бардачина. При этом связаться с главным прорабом у нас не получилось. Приемные мэра ответить на главный вопрос всех отдыхающих тоже не смогли. Хоть как-то прояснить ситуацию помогли сами строители и озвучили главную причину, столь необходимого именно в летний период ремонта. Скоро, наверное, здесь карнает это будет. Как это будет? КВМ будет. За это дорогу откроем, все нормально, все будет здесь. При этом часть местных жителей связывает масштабную стройку и вовсе с другим. Якобы мэр Светлогорска затеял это дело в отместку светлогорцам, нежелающим видеть на берегу апарт-отель. Он же скандально известный стакан. А вот КВНщики предлагают всем недовольным посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Конечно, ремонт проезжей части, это всегда вызывает определенные трудности. Но я думаю, что у настоящих поклонников этой замечательной игры не возникнет серьезных проблем с тем, чтобы дойти пешком, поставить машину на 500 метров подальше и посмотреть прекрасный город, прогуляться по набережной, по которой можно пройтись. А пройтись по обновленной улице можно будет уже 15 июля. Именно тогда в курортный город съедутся веселые и находчивые во главе с Александром Масляковым. А пока местным жителям не до смеха. Светлана Федорова, Михаил Эльбаум, служба новостей, город.